О том, что такое Бабий Яр, Роза Немировская знает не понаслышке. Ей было 15 лет, когда в село, где она жила, пришли фашисты. Мы никогда не ожидали, что в 20-м столетии может быть такое уничтожение живых людей, детей. Не стреляли, потому что пульмьот не мог доксигнуть. Просто они сами падали в эту яму живыми. Их потом забрашивали землей, и они так остались там. Розе тогда удалось сбежать. Спустя годы с семьей она перебралась в Калифорнию. Каждый год пережившие те ужасы войны вместе с родными убитых в Бабьем Яру приходят к этому памятнику в Западном Голливуде. Несут цветы, оплакивают родных. Бабей Мяру была двоюродная сестра моей бабушки. И она погибла. Бабий Яр – это было самое страшное. Самое страшное, потому что живых людей, живых детей бросали. Живых. Один на другого. Это часть моей жизни. Это в крови у меня с детства. Это история моей жизни. У меня там дедушка, он ушел туда. И родственники. И одна женщина, моя тетя двоюродная, которая из этой ямы вылезла ночью. И она немного после этого была помешана. Этот памятник, ставший местом скорби для эмигрантов из бывших советских республик, был установлен в Западном Голливуде 30 лет назад. На его открытии 29 сентября 1991 года собрался, кажется, весь Лос-Анджелес. Григорий Макарон добился разрешения от местных властей на то, чтобы увековечить в мраморе память о погибших за тысячи километров от места трагедии. К вечеру я прибежал к своему товарищу. Это Саша Шагин. Очень талантливый художник. Я говорю, Саша, мы будем строить память. И пришла идея разрезать камень. То есть размер у нас есть. И вот мы вдруг увидели, что это получается раковина. Как бы открытая раковина. И тут мне пришла идея, что вот это верх, это будет жизнь. А вот это низ, это память, это скорбь. И пришла идея, я говорю, должна быть рука. Это будет скорбная, а вот эта рука будет с пламенем. И тут же Саша, я говорю, лепи. И тут же я держал руку, и вот это как бы слеплена моя рука здесь. Если вы смотрите на эти руки, я не хотел их сделать истощенными. Это мощные руки, монументальные. Я сказал, вы знаете, памятники ставят победителям. Давайте эту могилу взорвем, раскроем. И эти руки – это выход тех, кто погребен. Бабияр стал местом погребения десятков тысяч жителей Киева во время Второй мировой войны. В основном это были евреи. Люди с вещами и документами шли к колонной к оврагу, как им приказали эсэсовцы – старики, женщины и дети. Они не знали, что идут в свой последний путь. За два дня у Бабьего Яра расстреляли, по разным данным, более 30 тысяч евреев. Дед Григория Макарона был среди убитых в те страшные дни. Это такой, знаете, стал на этой земле колодец, куда мы можем прийти и... Свою слезу опустите. Мы сюда приехали, мы привезли сюда детей, внуков, привезли там свои все вещи. А вот могил здесь нет. И это станет первой нашей братской могилой, потому что у всех кто-то погиб. Сегодня тех, кто своими глазами видел те страшные дни, все меньше. Память в камне поможет не забыть об Абьемьяре и будущим поколениям, говорят эмигранты. Когда прочтут эти три слова на всех языках, каждый на своем, начнутся вопросы, а что это? И тогда это очень важно, чтобы им дали знать, и чтобы они могли в своих сердцах это нести. Это память горя. Это память горя, которая очень-очень была тяжелой. Я прожила жизнь и несу эту боль в моем сердце. И не такой ночи, чтобы мне она не снилась. Ангелина Богдасарянова, Азгенова-Жебетян. Настоящее время Америка. Калифорния.